Проект Жанна Аракеляна, который представлен на выставке, уникален, поскольку он является первым фотографом, создавшим художественную, недокументальную выставку о великой княгине Елизавете Фёдоровне. Это женщина свободы и любви. Она блистала на великосветских баллах и собственноручно перевязывала гнойные раны бедняков, не способных платить за лечение. Она была тонким ценителем поэзии, живописи, музыки и не боялась площадной брани обитателей злачных и криминальных мест Москвы. Я жил три года в Стамбуле, и во время этого моего периода творчества я заинтересовался Россией, однако же в целом не знал, что именно Россия меня бы заинтересовала как художника. Уже после того, как я вернулся во Францию и из Турции, я встретился с монахинями из женского монастыря Святой Елизаветы Фёдоровны из Минска, и они подарили мне две книги о ней, которые я прочитал и очень заинтересовался. Особенно меня впечатлил один эпизод из её жизни, который случился в 1905 году, и это вдохновило меня на создание моей выставки. Жан может делать фотографии мобильным телефоном Сони Эриксон. Его рука и тело двигаются вместе с камерой, вращаются, и получившееся изображение имеет состояние динамики. Эта техника позволяет достичь необычного изображения и полнее раскрыть концептуальную идею. Его работы наполнены импровизацией, желанием подумать и посмотреть эту работу ещё раз. Мы могли бы назвать его фотографом-импрессионистом, кистью которого является мобильный телефон. Я стараюсь использовать в своём творчестве очень простую технику. Я люблю старые камеры. Вот, в частности, свою выставку, прошедшую в Стамбуле несколько лет назад, я создал благодаря камере своего старого мобильного телефона. На него я снял более тысячи фотографий, и получилось прекрасно. То есть, это либо мобильный телефон, либо какие-то старые устройства, такие как Сигма, другие ретро-камеры со старыми объективами. Как я вижу, свою технику и свой метод – это единство художника-фотографа с самой камерой. Надо сказать, что я рассмотрю себя не как фотографа, а как кинематографиста. У неё было всё – красота, любимый муж, положение в обществе, дорогие украшения, наряды. Но после трагической гибели супруга она спрятала свою красоту под скромное одеяние настоятельницы женской обители. Великая женщина, русская не по рождению, а по духу, князья Елизавета Фёдоровна, поразила французского фотографа до глубины души, а вернее, до идеи создания персональной выставки фотографий Жана Аракеляна в Москве.